Впервые, когда показали трейлер, посвященный снаряжению из дополнения Королева-Ведьма, внимание игроков привлек гранатомет с забавной особенностью. Он метал червей улья вместо гранат. Этот экзот называется Паразит, и в сегодняшнем видео я расскажу, как его получить. После прохождения сюжета дополнения, игроку нужно будет встретиться с Марой, которая прилетит на Марс. Она будет ждать вас в мастерской оружия в небольшой комнате в задней части зала. Но сначала небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего видео, проверенного сервиса двинг.нет, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды, или просто тем, кто ценит свое время и нервы. На сайте ты найдешь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождение рейда, получение заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнение Королева-Ведьма. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на двинг есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVibe, мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. После просмотра катсцены вам нужно отправиться на прохождение налета Колыбель зла в тронном мире. В финале налета вам нужно разместить червя на инкубаторе неподалеку от сундука и поговорить с ним. Да, приготовьтесь к диалогам с червем, кринжа будет много. После этого летим к финчу, призраку Улья, бывшему, точнее, и говорим с ним для перехода к следующему этапу. Для которого вам потребуется отправиться довольно далеко вглубь пещер этой локации и отыскать отмеченное на карте место для отстрела мобов. В этом квесте будет много таких вылазок по запутанным коридорам, так что крайне советую отмечать каждую цель на карте и ориентироваться по отметке. К счастью, с ней получается все довольно просто. Так что и гайд не нужен, да? Придя на место, убиваем спаунящихся мобов и получаем руну криптоглифа. На следующем этапе нас попросят убивать презренных. Я делал это в налете, но на самом деле их можно отстрелить и в патруле. Или в затерянном секторе метаморфоза в локации миазма. По окончании отстрела презренных отправляйтесь на поиски затерянного сектора «Усыпальница» в светящемся канале. После того, как зачистите сектор, ищите скрытую комнату с инкубатором. Вход в нее будет сверху над статуей с подносом. Открыть его можно после того, как вы возьмете баф «Глубинное зрение» перед сундуком, который отображается как лужа света с белой сферой. В дальнейшем этот баф поможет нам найти все остальные тайники в секторах. Выходите из сектора и завершайте три патрульные миссии в локации «Светящийся канал». Рекомендую брать патрули на убийство мобов, поскольку они самые быстрые, как для соло игроков, так и для выполнения в команде. После этого следуем в дворик королевы. Еще раз напоминаю ставить отметки на карте после выделения квеста во вкладке «Поручения». Они помогут вам не заблудиться. Дойдя до места, снова валим прямо на спауне толпы мобов и по итогу получаем новый шаг квеста. Задание на поиск другого затерянного сектора – «Метаморфоза». Я уже упоминал о нем, он в локации «Миазма». Также зачищаем сектор и в самом конце находим лужу с бафом «Глубинное зрение» и приходим к инкубатору с червем. Эти лужи с бафом всегда прям неподалеку от инкубатора, так что не потеряйтесь. Дальше нам нужно найти руну и для этого снова отправиться через всю запутанную локацию на своих ногах. Ставим метку и вперед. Перебив улей, нам говорят, что снова нужно использовать «Глубинное зрение» неподалеку, которое откроет нам вид на несколько парячих платформ. На платформах будут стоять факелы, которые необходимо зажечь. Для этого просто подстреляйте по ним. Всего их будет три. После этого нам снова нужно отправиться на поиски затерянного сектора. На этот раз в трясине. Называется «Извлечение». После прохождения напротив сундука берите «Глубинное зрение» и проходите за статую к инкубатору, где снова умираете от клинжового диалога с личиносом. Затем летим к Финчу и говорим с призраком. Получаем у него капсулу улья и запускаем миссию о королевах и червях. Миссия очень забавная. Наверное, самая забавная из всех, что были. Общение червя с остальными героями – это просто самый безумный коктейль, который даже представить никто не мог. Из особых механик на миссии будет гонка через 16 точек, можно так сказать. Колодцы, которые поддерживают силы червя. Так что вам нужно очень быстро прорваться через все 16 колодцев и не умереть как самому, так и не погубить важную личинку. В финале миссии вы увидитесь с Марой и вам дадут поразвлекаться с новым червеметом. Короче, правда, это очень фановый квест и миссия. Что-то подобное было с Хваткой Спасения в прошлом году, но тут прям очень... вообще новый уровень. Очень нравится. Мы еще позже взглянем на этот экзот, когда будет понятно, годится он для чего-то или просто уйдет в хранилище вместе с носителем. А сейчас спасибо за просмотр. Обязательно подпишись на канал, сейчас я выпускаю много контента, который поможет разобраться. А еще я стримлю на Твиче, ссылка вот, приходи пообщаться. До связи!